На детской площадке в одном из дворов Старокомышинска полно детей. Они играют в песочницы и висят на тарзанках. Обычная картина для детской площадки, но так здесь было далеко не всегда. Мы в этом доме проживаем с 2012 года. Когда мы приехали, у нас площадки фактически не было. То есть все металлические конструкции, которые вы видите, были в таком непригодном, неприглядном состоянии. По мере того, как у меня детки рождались, у меня трое детей, у нас стала необходимость, где нам гулять. Мы сначала ездили по другим дворам, а в этом году как-то мы решили, бросили кличи, соседи все отозвались. У нас деточек очень много, поэтому мы решили отремонтировать ее своими силами. Для этого девушка изучала требования и нормы детских площадок. Роман и ее муж самостоятельно сводили металлические конструкции, которые затем покрасили всем двором. Всего на работу ушло менее половины месяца и три тысячи рублей. Самое первое, что у нас появилось на детской площадке, это вот у нас такая миленькая песочница. Жек предоставил нам песочек, бесплатно привез. И вот ребяточки у нас играют. Следующее, что у нас пошло на переделку, это вот наши качельки на двух ребяточек. Она была у нас тоже в ужасном состоянии. Дальше починили качели, смастерили тарзанки, а также сделали беседку. Дети оценили подарок взрослых и теперь проводят здесь все свое свободное время. Когда я приехала из больницы, был такой тихонький дождь, и я быстро пробежалась по площадке. Это для меня был сюрприз. Ну она раньше была старая, тут было только вот это качель, но этой качели не было, и вот эта стояла. И там только было много деревьев, но мы сюда первые приехали. Ну я потом первый родился, с ней потом все уже начали появляться. И мне она тоже нравится, площадка. Мне все это нравится, потому что тут она была старая, никто не хотел играть. Теперь она уже красивая, и все, мы нетерпения, не хотели ждать, мы хотели покачаться. В управляющую компанию жители дома обращались не раз, но помощи так и не дождались. Всегда находились причины, по которой площадка не положена. От подробных комментариев коммунальщики отказались. Впрочем, жильцы и сами готовы следить за порядком, и даже провели во дворе праздник. 1 июня для детей организовали игры, соревнования и угощения. Так весело они проводят на ней время и по сей день. До свидания! Субтитры делал DimaTorzok